Всем привет! Вы меня ждали, и вот я снова с вами. На этот раз, наконец-то, с нормальной книгой, с более привычной и, безусловно, обожаемой мне литературой, антиутопией. И это Энтони Бёрджес «Семя желания» или в другом переводе «Вожделеющее семя». От этой книги я осталась в дичайшем восторге и до сих пор не понимаю, почему они так мало говорят. Итак, в основу этого произведения легла идея о цикличности истории, о взаимозаменяемости двух противоборствующих идеологий в свете теологических и мифических концепций. Это пелагианство и августинянство, названных в честь их основателей, соответственно, Пелагия и Августиняна. То есть, читая антиутопию Энтони Бёрджеса, мы будем иметь дело с историческим циклом, состоящим из трёх фаз. Господи, дети, хватит шуметь. Это Пелфаза, Промфаза и Авфаза. После окачания последней цикл повторяется вновь. Итак, Пелфаза — это фаза, основанная на пелагианстве. Промфаза — это промежуточная фаза, фаза социального переворота, так скажем. И Авфаза — это фаза, основанная на агустинянстве. И сейчас об этом поподробнее. Итак, Пелагий. Пелагий отрицал доктрину первородного греха и утверждал, что люди могут заслужить себе спасение, спасение своей души, только посредством собственного труда, постоянно совершенствуясь, используя для этого свой разум, чтобы, так сказать, больше не грешить и подавить в себе животные инстинкты, так сказать, стать выше их. И считалось, что пелагианство служит ядром к возникновению таких политических режимов, как либерализм и коммунизм. А Августин же, наоборот, не ждал от людей ничего хорошего и верил в то, что человек изначально по природе своей греховен, и у него могут быть потребности удовлетворения своих инстинктов. И чтобы замолить свои грехи, ему нужна божественная благодать. И считалось, что из августинянства в мир вошли такие политические движения, политические режимы, как консерватизм и другие пассивные движения. Ну вот, собственно, в «Семь нежеланий» Энтони Бёрджес, извиняюсь, прекрасно описывает все эти три фазы, наиболее общно и полно, а также их, а также, как бы, переходы из фазы в фазу. И это замечательно, мать его, просто замечательно. В чём же главная суть книги, да, главный вывод её? В том, что какое бы правительство ни пришло к власти, всегда найдутся недовольные этим политическим режимом, всегда найдутся те, кто будет против него. И, знаете, я почитала отзывы об этой книге, и почему-то многие не остались под впечатлением от неё, и говорили, мол, Энтони Бёрджес не привнёс ничего нового, он просто взял какие-то элементы из других известных антиутопий и слепил их вместе. Но я как-то с этим не совсем согласна, потому что у Бёрджеса была своя собственная идея о цикличности истории, в которую он, так скажем, привнёс три этих фазы. А если брать, например, для сравнения о Ройла 1984, то это произведение будет лишь частным и более углублённым описанием одной из фаз Энтони Бёрджеса, затянувшейся пиал-фазы. Поэтому я не знаю, почему так многим эта книга не понравилась. Ну и если отходить от сравнений и вернуться уже непосредственно... Собака. Ну и если уйти от сравнений и вернуться непосредственно к произведению Энтони Бёрджеса Семь и Желаний, то мне хотелось бы дополнить ещё моё видео тем, что же мне понравилось, кроме этого исторического цикла. Первое, что мне понравилось, его возврат после заводного апельсина к теме влияния музыки на эмоции человека. И в этом произведении он также показал, насколько может быть сильным это влияние. И второе, это тема баланса глобального населения и глобальных запасов продовольствия и выходящим из этого ганнибализмом. Да и вообще в этой книге много чего хорошего. Поэтому я обязательно к ней вернусь и вернусь к остальным произведениям Энтони Бёрджеса, с которыми я ещё не знакома. Ну, есть такие, да. Поэтому, если вы любите антиутопии, то вот вам обязательно к прочтению. Вот эта книга, да. Так, на этом у меня, наверное, всё. Как обычно, за южные фразы. Пишите в комментариях ваши любимые антиутопии. Я думаю, я с ними познакомлюсь, так же, как и с Бёрджестом. Улыбайтесь чаще, читайте больше. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!